Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Очень невыгодный свет я сегодня выбрала, но стою у дома в машине. Время довольно-таки, ну, раннее, я бы сказала, я тут уже объехала весь район по магазинам без 20.10. Я сейчас отправляюсь, не представляете себе, в музей, ну, в музей, в символ Моля-Долиняна, символ Турина. Я вас туда еще никогда с собой не брала, хотя была в 4 раза. Это мой самый любимый музей, музей кинематографии с красивой смотровой площадкой, откуда я вам покажу весь город. Также у меня сегодня в планах зайти выпить кофе в одном из самых красивых кафе Турина, одном из самых старинных кафе Турина, и показать вам немножечко центр, нашу главную площадь. Ну, одну из главных, у нас их много, поэтому решила взять вас с собой. Итак, у меня зеленый паспорт сегодня истекает в 13.15. В 13.15 прекрасное платье Золушки превращается в лохмотье, карета в тыкву, ну, и так далее. И заканчивается моя свобода. Как я получила этот зеленый паспорт? Вчера я сделала, позавчера, позавчера, в обед, где-то после обеда я сделала тампон. Вот этот вот тест носовой неприятный впервые в своей жизни, потому что вчера должна была отправиться на одно мероприятие, показ мод, фотографии, сет, много фотографов, много моделей на вилле. Естественно, у всех должен быть грин пас. Я решила и помочь своей подруге, стилистке, и как бы сама тоже поучаствовать, надеть платье, поучаствовать в показе. Собиралась вам снять видео, но видео, как видите, не вышло, потому что девушек пришло больше, чем было платьев. И я сказала своей подруге Олесе, чтобы она дала одной из девушек платье, потому что я и так в любом случае с ней бы пришла. А то, что девчонки пришли бы позировать и остались без платьев, ну, это совсем прям печально. А я могу и не позировать, мне все равно. Я столько позировала и в показах мод участвовала в своей жизни, что мне как бы, ну, одинаково, что я буду участвовать, что не буду. Я, в принципе, хорошо провела время, я ей помогала, надевала платье, зашнуровывала корсеты. Потом девчонки меняли платье, опять помогала, подбирала украшения, которые я подготовила для этого показа. Ну, в общем, так вот у меня вчера прошел активный день. И на 48 часов же у нас дается грин пасс. И что я сегодня могу сделать до часу дня? Вот сейчас без 20.10, и что я могу сделать до часу дня? Я могу пообедать в любом ресторане внутри, зайти в кафе, в любое. Я могу отправиться в бассейн, в спортзал, в музей, на выставку, на мероприятие, любое закрытое, праздник какой-то закрытый. И что еще? Я могу сесть в поезд и уехать в любой город страны. Я могу сесть на самолет и улететь в любую страну Европы. И я вот уже не успеваю никуда лететь, потому решила остаться в Турине. И, в принципе, да, все двери музея мне открыты, и до часу дня я могу почувствовать себя как человек, просто настоящий человек. И то есть до часу дня я могу чувствовать себя как такой, знаете, гражданина, честный гражданин этой страны, прям в законе, которому все можно. А после часу дня мне опять будет ничего нельзя, кроме похода в супермаркет. Это нам еще оставили, вот, ну, может быть, потом и уберут, и поход в супермаркет. Буду в интернете еду заказывать, в принципе, не страшно. Вот, поэтому я решила, ну что же, добру-то пропадать. Я 15 евро заплатила за этот тампон. Естественно, я должна его использовать. Вчера я даже не поучаствовала на мероприятии, не поучаствовала в показе, не пофотографировалась, не было никакой фотосессии для меня. То хотя бы сегодня я развлекусь, вот, посидеть внутри кафе. Ммм, 6 августа нам это запрещено. Сейчас достаточно холодно. Вы видите, как я одета. Это пальто я купила к ноябрю в прошлом году. Сегодня у нас 11 октября. Жутко холодно в эти дни. Жутко холодно, хочу вам сказать. И, кстати, у меня сегодня годовщина свадьбы, 7 лет. 11 октября. И, как бы, ну, естественно, мы не пойдем никуда отмечать. Потому что по второму разу делать тампоны. Плюс еще мужу делать тампон. Ну, чтобы просто внутри ресторана поужинать, чтобы отметить. Да отметим дома. Прекрасно отметим дома. И намного менее калорийно поужинаем. Вот. Поэтому... Поэтому что, поехали? Сегодня прекрасная погода. Покажу вам Тури. Вот я и приехала в центр. Кстати, не знаю, что сегодня случилось. Было очень сложно прорваться в этот центр. У нас все дороги были перекрыты. Такие были заторы. Полицейские, полицейские. Что случилось? Сегодня я понятия не имею. Потом посмотрю в интернете. Может быть, если найду, то вам напишу на этом моменте на экране. Может быть, какая-то персона важная приехала. Может быть, футбольная какая-то команда иностранная. Ну, я не знаю, в честь чего. Ну, реально, весь центр. Как ни попытаешься повернуть в центр, полицейские тут же все перекрыто и поворачивают тебя от центра. Кое-как пробралась, припарковалась. Сейчас иду в кафе, который называется кафе Турино. Находится на моей любимой площади. Сан-Карло. И это очень старинное кафе. Там завтракали еще савойские короли. Ну, короли изденности савой в свое время. Нам с вами сегодня повезло с погодой. Кстати, некоторые из вас, мои зрители, писали, чтобы я больше показывала Турин. Прогулки. Вот сегодня показываю. Какая симпатичная пушистая собачка впереди. Вот вам показываю. Это как бы центр, ну, не совсем, ну, практически, можно сказать, и центр. Всякие забегаловки симпатичные. У вас с погодой повезло, действительно. Прям солнечно. Ни одного облачка. Обожаю такую туринскую осень. Сегодня будут прекрасные виды со смотровой. Кстати, у нас многие музеи же закрыты по понедельникам. Сегодня понедельник, 11. А вот музей кинематографии открыт в понедельник, но отдыхают во вторник. Можно было в итоге, конечно, под этой площадью припарковаться, но я тут совсем припарковалась далеко. Как от кафе, так и от музея. Знаете, сейчас посижу немножко в кафе, там у меня останется еще сколько-то грин-пасс, ну, времени, чтобы просто пройти в музей. Там уже даже если истечет, я уже буду внутри, думаю, не выгонят. Ну, просто потому что я много времени потеряла, чтобы проехать, чтобы объехать все эти патрули и оцепления. И потеряла много времени. Ну, вот мы и пришли. Вот оно, это кафе. Очень красиво украшена витрина по осеннему. Сладкости, листики, тыковки. Наверное, вам отсвечивают. Ладно, давайте зайдем. Вот я нахожусь в главном кафе Турина. Взяла себе без кофейного и капучино вместе со сладостями. Сейчас вам покажу, как здесь симпатично. Такие потолки. Одно из самых первых, или самая первая, самая старинная кафе города. Ну, все, посидела я в кафе. Мне, конечно, пришлось понервничать, потому что мой зеленый пропуск отпечатан на листе. И у них у всех есть приложение. И они его сканировали, сканировали. Он с листа никак не сканировался. Говорят, а есть у вас в телефоне? В телефоне только на сайте Министерства здравоохранения. Я вышла. Там нужно регистрироваться заново, вводить свои данные. И у меня получается, что я неправильно ввожу именно способ введения даты. В общем, я уже там психовала, уже понимаю, что, наверное, никуда не попаду, потому что с этого бумажного листа А4 никак он у них не сканируется. Потом я скачала сама себе тоже приложение. Показала уже на кассе. Говорю, смотрите, у меня такое же приложение, как у вас. У меня сканируется. Вот мои данные, вот она. Ну, вот гринпассы, короче, на мое имя и так далее. А, хорошо, проходи, садись за столик. За столик села. Пришел официант. Гринпасс есть, конечно, есть. На тебе опять вам этот листочек. Он опять сканирует. Там еще плохо ловит внутри. Стены толстые, здание старинное. Он сканирует, сканирует. Ничего, нифига не сканируется, короче. Я говорю, я вот в итоге на сканировала. Я начинаю сканировать, у меня тоже уже не сканируется, представляете? Я думаю, вот позорище. Сейчас еще как выгонят, потому что у одного мужчины, который сел за тот же столик до меня, какой-то столик несчастливый, у него тоже ничего не отсканировалось. Ну, его, естественно, выгнали. Иди, гуляй. Вот. И такие, короче, пироги. В итоге отсканировалось. Я заплатила за вот этот завтрак, который я вам показала, 10 евро, 10 центов. Ну, потому что у них, конечно, цены высокие. Например, у меня был капучино, и он только сам по себе стоил 5,70. Ну, и четыре малюсенькие пироженки. Вот. Малипуси. Такие. Ой, обожаю эту галерею. Я всегда вам показываю. Малипуси пирожные. По-моему, да, такая штучка у них идет за 1 евро 10. Поэтому все вышло на 10,10. Сегодня у нас 11,10. Короче, единиц очень много. Единицы – мое любимое число. Ну, а когда она двойная, когда идет 11,11. Вот. Так, я уже по этим улицам центральным хожу и хожу. Дальше вам покажу что-нибудь, что показывала редко-редко. Кто-то даже в футболках и в шортах. Вот, закалили с детства ребенка. Молодцы родители. Так, мы вышли на Дворцовую площадь. Поворачиваем направо. Здесь у нас Палаццо Мадамо. С одной стороны, какой скажите век? С одной стороны, кажется, 16-й справа, да? Слева 18-й. А, кстати, посмотрела год, когда открылась эта кафе. Не такое уж оно и старинное. И не самое старинное, как о нем пишут. Ой, карамельки, сладости. Оно просто, ну, одно из таких известных, дорогих. Короли-короли, ну, были короли. Так, когда она открылась, я уже забыла. То ли 1903-й, то ли 1905-й. Вот памяти нет. Только глянула в интернете специально и опять забыла. Ой, конечно. С такой памятью. От дворцевой площади направо мы идем, идем, идем. И когда-нибудь так же под вот этими вот арочками, которые называются портики, мы дойдем до площади Витторио. Витторио-Венето. Король Витторио у нас тут был. Вот такой можете взять автобус, если приедете в Турин. Красный. А не вообще в каждом городе Европы. Можете взять такой автобус и на нем проехать. Платите за целый день. Сколько я там уже не помню. 22-25 евро, наверное. За целый день прогулочный. И останавливается он на основных каких-то интересных местах туристических. И вы уже выходите, заходите, когда хотите. Гуляете, что-то перекусываете снова. Заходите, выходите. У вас есть карта, где он останавливается. Научники. Там также всегда есть русский язык. Мы такой брали в Берлине последний раз. Автобус. Сейчас я вам покажу, что здесь кафе закрыто. Видите, понедельник. Кафешка тоже симпатичная, очень нравится. Тоже старинная. Вот здесь просто вам покажу галерею. Я от нее в полном восторге. Она такая красивая. Здесь кафе, столики. Также и на улице. Здесь, по-моему, у нас кинотеатр. Посмотрите. Ну, не красота ли? На втором этаже несколько раз я проводила фотосессию со своими моделями. Ну, ладно, пойдемте в сторону площади. И вот я все бегу. Под портиками бегу. Сейчас выйду на эту площадь уже скоро. Поверну налево. Пойду в сторону как раз нашего символа. Нашей башни любимой. Это же крендитерская. М-м-м, какая красота. Тут уже к Хэллоуину готовится. Во все. Ну, у нас уже и к Рождеству готовится. С начала октября, или даже с конца сентября уже стали продавать украшения совсем уже. Мне кажется, с ума сошли. Ой, как хорошо. Вот это наша площадь. Виттория. Виттория, я сейчас приеду. Видите, там Палатус Мадама. Это здесь площадь. Я в ней еще слегка прогуляюсь попозже. Все-таки надо успеть там башню. А то Золушка-то скоро... У Золушки балл закончится, и все. Вот уже виднеется эта башня. Я подхожу. Здесь такая тусовка. Столько молодежи. Не знаю, что происходит. Может быть, рядом какой-то университет. А, лицей, лицей. Лицей, наверное, переменка. Мне осталось совсем немного до башни добежать. Сейчас за углом поверну направо. И дошла. Смотрите, какая красота. Вот она. Моле Антонеляна. Такое впечатляющее. Крупное здание. Кажется, невысокое. Но на самом деле, с верхушки видно очень много. Там какая-то толпа. Блин, неужели придется в очереди стоять в понедельник на башне? Ой, ребят, я не знаю, что вообще с этой страной не так, с этим городом. Я не стала показывать снимать людей. Там такая очередь. Там такая очередь. У всех какие-то документы, короче. Ну, либератория, понятно. Они там подписывают, что они не болеют. К тому же, там все, естественно, злыми пропусками. Походу, мы сегодня с вами не попадаем. Потому что, ну, реально, я пострела, прикинула. Запускают, видно, совсем по чуть-чуть. Людей человек, ну, не знаю, больше сотни. Это 100%. То есть, по очереди только я тапка стою на улице полтора часа. В обед зайду, но опасно, что в момент захождения у меня истечет гринпасс, и я как дурочка здесь просто стою полтора часа. Просто вот в этом неприятность. Можем приключиться. Они-то там, естественно, гринпасс-то у них, скорее всего, на полгода. И как у меня такой временный. Вообще, не знаю, что будет. Я, наверное, просто пойду. Просто пойду. Речку вам покажу, площадь. Вообще, так жалко. Не выпадаем. Не знаю, как лучше вообще. В следующий раз вас туда сводить. Я не знаю, когда у меня получится. Я, может быть, навсегда буду теперь в незаконе. Ну, еще сделаю тампон. Последний раз, что ли. Просто с другой стороны я еще покажу. Я не знаю, как на таких холодных бордюрах, да, вот просто на полу. Получается, людей сидеть и цвести там не болеть. Интересно, как получается. В чем секрет? Вот она тянется, тянется, тянется. Идти за пределы самого здания, выходит. Очередь. Вот так, наверное, да, суточку, не знаю, может, человек 70. И я вот прошла, они вообще не сдвинулись. Потому что, извините, там ходить часа два, там интересно внутри. Быстро не обойдешь и не выйдешь. Это такое терпение надо иметь, которое у меня сегодня нет. И вообще по жизни нет. Поэтому пойдемте отсюда. Конечно, извините, что пообещала одно. И не показала совсем ничего из обещанного только кафешку. И то, не самую старинную. Ой, обманула вас. Что ж такое? Кто же думал в понедельник-то? Да еще только для гринпассовцев. Я уже думала, нас не так тут много, хотя нас 73%. Ну, я имею в виду 73% привитых, конечно, я так к этим не отношусь. Сейчас на данный момент в Италии. Сейчас еще докривьют до 80, там месяц-полтора, может успокоиться. Такой был план, в принципе. Так, здание. Встроена церковь. Между зданиями находится. Здесь у нас тоже есть подземная парковка. Ну, вот я припарковалась вообще в другой стране. Сегодня, конечно, набегаюсь. Нормально так по километрам. Прогулка полезна. Можно будет даже сегодня зарядкой не заниматься дома, потому что уже ходьба у меня быстрым шагом. Я же медленно ходить не в состоянии гулять. Я же тут бегу-бегу. Так, весь город можно, знаете, пробежать, когда дождь идет без зонтика. И даже не намокнуть. Потому что вот такой он весь. Под портиками. Бежите, бежите. Здесь по вечерам шум на очереди. Здесь вот все открыты бары. Аперитивы, коктейль-бары. Аперечены. Летом вот здесь просто ни одного стула свободного нету. Нужно заказывать. Все сидят внутри, снаружи. Да и не только летом, конечно. Очень шумная площадь становится переполненная. Так, сейчас перейдем. Речку вам покажу нашу. Гран-Мандра вон к тому храму. Пройдем. Так. Ага. Там храм Божьей Матери. Наверное, так по-русски называется. Гран-Мандра. Вид на площадь. Вот вид с лестниц храма. Также на площадь. Одна статуя. Вторая статуя. А, открытая площадь. Интересно. Ой, площадь. Церковь. Давайте в церковь тоже зайдем, посмотрим. Там спрашивают, зеленый пропуск или нет. Вот, издалека, видите, башня наша видна. Моле Антолиньяна. Люблю это место. Виды. Обожаю город. Там вдалеке уже заснеженные вершины. Альп видны. Ну, как его можно не любить? Я не знаю. Семь лет живу и еще не надоел. Нет, в храмах и церквях зеленый пропуск не спрашивают. Абсурдно посмотрелось, правда? Ну, вообще все смотрится абсурдно. Поэтому меня уже здесь, в Италии живя, ничем не удивишь. Посмотрите, какая симпатичная улочка. Я ее очень хорошо вижу. Но на камере она в полной тени. Ладно, погуляю еще, пройдусь, какие-то симпатичные улочки замечу. Сниму вам. Дошла до другого моста. Вот там виднеется замок Валентина, по-моему, называется Валентина. Вот другой мост. Следующий. Продолжаю гулять. И вот здесь, в той Триумфальной арке, которую я вам скоро покажу, начинается большой-большой центральный парк. Парк Валентино так же называется. Вот он. Там вдалеке виднеется мост. Вот через него я проходила. Через него проходила. Сюда и обратно через реку возвращаюсь. Уже по другому мосту. Такая арка. Большая и красивая. Свернула со стороны парка, иду вглубь. Такое здание интересное, современное очень. Турин, он, конечно, очень разный, очень. Здесь столько стилей. Архитектура очень интересная. Это вот уже прям простая такая, скейнообразная. Здесь ремонт, а здесь вот такие балконы красивые. Часто-большая. Диана-большая. Свертая. Опять церковь Каштаны прямо падают Не хотелось бы, чтобы на голову свалилось Это твердая ерунда Так, через скверик сейчас пройдем Через этот маленький скверик И сразу второй скверик Уже с фонтаунами Как здесь приятно на лавочке сидеть Особенно если в тени и летом Мороженое есть Например Дошла Дошла Получается, здесь сверху На площади скейтеры катаются Внизу Парковка А, Джаст Куб, вот этот, наверное Вот этот, похоже Ну ладно, пошла я на парковку Три восемьдесят За два часа Ну все, приехала домой Нагуляли мы с вами сегодня Шесть с половиной километров Считаю, что это неплохо Пешком, быстрым шагом Поэтому на этом мое видео заканчивается Я вернулась домой Спасибо, что досмотрели этот небольшой Или большой влог до конца Спасибо, что были со мной Не забывайте подписываться Ставить лайки Если вдруг мои видео вам нравятся Пишите свои комментарии Задавайте вопросы А мы с вами увидимся уже очень-очень скоро Всем отличного настроения И всем пока